Привет! Это Правовая Среда и сегодня про Жилищный Кодекс. С 1 октября заработает закон, которым запретили оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях. В народе его уже прозвали законом о запрете хостелов. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться. Хостелы – это по сути недорогие мини-гостиницы, в которых могут быть как отдельные номера, так и общие на несколько спальных мест. Чаще всего они располагаются в жилых квартирах, не имеют отдельного входа и вообще могут быть расположены даже на восьмом этаже многоэтажки. Думаете, это было незаконно? На самом деле нет. Такой вид гостиничных услуг никто никогда не запрещал. И мало кто знает, но в 2015 году для хостелов даже придумали свой ГОСТ. Конечно, не все хостелы, расположенные в жилых квартирах, ему соответствуют. И вдобавок чаще всего доставляют неудобства для жильцов соседних квартир. Так вот, чтобы частично решить эту проблему, законодатель решил внести поправки в жилищный кодекс и добавил всего одну строчку в 17-ю статью. Теперь жилое помещение в многоквартирном доме нельзя использовать для предоставления гостиничных услуг. Эти изменения вступят в силу с 1 октября этого года. Давайте разберемся, что они означают для бизнеса. Во-первых, под запрет попадают почти все хостелы и мини-гостиницы, которые расположены в жилых квартирах и находятся выше первого или второго этажа. Во-вторых, эти поправки для владельцев хостелов добавят хлопот по переводу своих помещений в нежилые. Для этого придется заложить двери с подъезда, провести общее собрание, организовать входную группу и много чего еще. Кстати, такие поправки относятся не только к квартирам, но и к отдельно стоящим жилым домам. Их тоже придется переводить в нежилой фонд. А теперь немного о пробелах в законодательстве. Запрет на размещение хостелов и гостиниц в квартирах не означает, что собственники не смогут сдавать свои помещения в аренду. И пока не будет четких разграничений между арендой квартиры и оказанием гостиничных услуг, владельцы жилья смогут этим пользоваться, заключая с постояльцами договоры найма. Конечно, это не означает, что соседи через суд не смогут добиться запрета использования такого хостела. Но в любом случае, это хоть как-то уменьшает риск привлечения собственника квартиры к ответственности. На сегодня это все. Занимайтесь легальным бизнесом. Пока!